Казахстан Многие называют это выдумкой казахских националистов. Однако возьмем просто такую должность, как председатель КГБ Казахской ССР. Не секрет, что КГБ являлся супервлиятельной советской спецслужбой. Но мало кто знает, что за 50 лет существования КГБ Казахской ССР только трем казахам удавалось занять пост руководителя этой сверхсекретной организации. То есть казахи на своей родной земле не имели даже права управлять спецслужбой. И этот факт является еще одним доказательством того, что в советское время Казахстан был колонией Москвы. Сегодняшнее мое видео посвящается человеку, который стал первым казахом, ставшим председателем КГБ Казахской ССР. Кроме того, он стал первым казахом, который добился звания генерал КГБ. Зовут этого человека Аубакир Абдраимович Арстанбеков. Но как этому казаху удалось стать председателем КГБ и генералом? И что Арстанбеков сделал для родного казахского народа, будучи чекистом? Именно об этом и будет мое видео. Итак, начнем. Аубакир Абдраимович Арстанбеков родился в 1908 году на территории современной Костанайской области в семье обычного простого казаха. По своему происхождению Арстанбеков относился к роду жапас из младшего жуза. Рано потеряв родителей, Аубакир с 13 лет начинает работать пастухом в родном ауле. Когда в Казахстане утвердилась советская власть и закончилась гражданская война, юного Аубакира определяют в детскую коммуну села Берле Карабалыкского района. После окончания средней школы в 1927 году Аубакира Арстанбекова отправляют на учебу в Костанайский педагогический техникум. Уже во время обучения в техникуме он попадается на глаза партийным органам, которые решают забрать к себе этого смелого, отважного, умного казахского парня. И поэтому после окончания Костанайского педагогического техникума в 1929 году Аубакир Арстанбеков назначается заведующим учетным отделом Костанайского областного комитета комсомола. А еще через полгода талантливый казах становится секретарем Семиозерского районного комитета комсомола. И кто знает, если бы Арстанбеков продолжил бы работу в партийных органах, то возможно в будущем стал бы крупным советским чиновником. Однако судьба распорядилась иначе. В ноябре 1931 года Арстанбекова призывает на работу в советские спецслужбы и он становится чекистом. В советских спецслужбах Арстанбеков достаточно быстро делает карьеру. За 10 лет из практиканта-стажера он достигает высокой должности начальник следственной части управления НКВД по Костанайской области. Объяснялась такая стремительная карьера Арстанбекова очень просто. Тогда в советских спецслужбах служили в основном малограмотные, необразованные люди, которые умели только одно – выбивать показания из арестованных. Арстанбеков же сумел быстро освоить навыки следовательской работы и вскоре стал одним из лучших чекистов в Костаная. При этом нужно особо отметить, что Арстанбеков открыто выступал против репрессий и не раз отказывался принимать в них участие. Например, мало кто знает, что когда в 1937 году в Костанай приехал Сакен Сейфулин, Аубакиру Арстанбекову было приказано арестовать этого легендарного сына казахского народа. Однако Аубакир Арстанбеков отказался арестовывать Сакена. Точно так же отказался арестовать Сакена Сейфулина и лучший друг Арстанбекова – чекист Сиркали Жакупов. В те жестокие времена такой поступок, конечно же, означал немедленный арест. И уже в сентябре 1938 года Сиркали Жакупов был арестован, а в феврале 1939 года он был расстрелян. Аубакир Арстанбеков же ареста избежал. И объяснялось это очень просто. Сиркали Жакупов взял всю вину на себя, заявив на допросе, что Арстанбеков выполнял его приказ и только поэтому не арестовал Сакена Сейфулина. Но все же за Арстанбековым НКВД установило негласную слежку. Вот что говорится в специальной справке, составленной на Аубакира Арстанбекова, и которая сегодня хранится в архивах КНБ. Лейтенант госбезопасности Арстанбеков не раз активно проявлял сочувствие врагам народа. Так, например, он приказал пересмотреть дела и освободил 334 человек, которые обвинялись в антисоветской и вредительской деятельности. Эта справка говорит о том, что Арстанбеков не только не участвовал в репрессиях, но также и старался освободить невинно арестованных репрессированных. В 1940 году Аубакир Арстанбеков переводится в центральный аппарат НКВД Казахской ССР. Здесь он назначается старшим следователем. Объяснялся такой перевод ненадежного Арстанбекова в центр очень просто. Таких профессионалов, как Арстанбеков, было в НКВД мало. Когда же началась война с фашистской Германией, Аубакир Арстанбеков становится старшим оперуполномоченным 5-го отдела НКВД. Для тех, кто не знает, скажу, 5-й отдел НКВД занимался шифровальной и дешифровальной работой. Через некоторое время Аубакир Арстанбеков переводится в разведку, получив назначение заместителем начальника 1-го отдела НКВД. Эту должность Арстанбеков занимает до 1944 года. При этом Аубакир Арстанбеков не раз лично выполнял опаснейшие разведывательные задания в тылу фашистов. За проявленные мужество и отвагу Аубакир Арстанбеков был награжден орденом «Знак почета» и медалью за боевые заслуги. После войны Арстанбеков поочередно назначается начальником управления КГБ в различных областях Казахстана. И именно в эти годы раскрывается его организаторский талант. Тысячи молодых казахов были выявлены Аубакиром и направлены на службу в органы КГБ. В последствии многие из них стали создателями спецслужб независимого Казахстана. За безупречную службу в качестве начальника управления в разных областях Казахстана Арстанбеков был награжден орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. 14 января 1956 года в жизни Аубакира Арстанбекова происходит очень важное событие. Он первым из казахов получает высокое звание генерал-майор КГБ. Дальше карьера Арстанбекова, ставшего генералом, идет еще круче. В том же 1956 году он назначается заместителем председателя КГБ Казахской ССР. А в 1959 году Арстанбеков становится председателем КГБ Казахской ССР, став третьим по счету главным чекистом Казахстана. До него эту должность занимали Владимир Губин и Константин Лунев. Возглавлял Аубакир Арстанбеков КГБ до 1963 года, когда был отправлен на пенсию по состоянию здоровья. И, конечно же, на посту руководителя КГБ Аубакир Арстанбеков внес огромный вклад в создание спецслужб на территории Казахстана. Многие сегодняшние генералы КГБ, многие профессиональные казахские разведчики начинали свою карьеру именно при Арстанбекове. И это тоже говорит о том, что у Аубакира Арстанбекова было чутье на действительно профессиональных и действительно грамотных чекистов. После выхода на пенсию генерал Арстанбеков активно занимается научной деятельностью, читает лекции молодым чекистам, пишет статьи. А 13 марта 1970 года Аубакира Арстанбекова не стало. Похоронили легендарного чекиста на центральном кладбище города Алматы. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими людьми, как Аубакир Арстанбеков, мы должны только гордиться.